В рамках фестиваля школы «Территория Магадан» в областном центре открыли выставку «Пейзаж. Вечный пейзаж меняющийся». На экспозиции представили работы из Московского музея современного искусства и фондов Магаданского областного краеведческого музея. Это 64 картины и 6 объектов из естественной истории. И действительно, пейзаж в Магадане один из красивейших пейзажей. Даже когда ты едешь с аэропорта в город, я вот слева, справа, то есть потрясающий пейзаж, он живописный. И мы старались действительно показать через искусство, через разные примеры сегодняшнего искусства, начала 20 века по сегодняшний день. Тут и представлены академические художники, наши академики, и представлены начала 20 века. То есть самое лучшее, что есть в коллекции Московского музея современного искусства, показать здесь. Выставку поделили на три части, которые между собой пересекаются. Традиционный пейзаж берет начало в 17 веке, трансформация, где художники начинают экспериментировать с пейзажными формами, и фантастические формы несуществующего пейзажа, которые находятся в фантазии художника. Пейзаж – это тема необычайно актуальна сейчас, в наше время, когда очень много уделяется внимания вопросам экологии, скажем. Ведь экология, пейзажная тема, пейзажи, они очень тесно связаны, поскольку это прямое обращение к природе, к окружающей среде. Не только природе, скажем, городской среде. Здесь у нас на выставке представлены городские пейзажи в том числе. На выставке представили работы абсолютно разных художников, от самых известных мастеров до совсем незнакомых. Около каждой картины расположили небольшие аннотации, где зритель может узнать многое не только о биографии живописца, но и о самом произведении. В кинетической композиции Алексей Шургина художник совместил фотографический пейзаж – это заснеженное озеро, окруженное лесом, с механизмом. Когда зритель подходит к картине, она начинает вибрировать, тем самым показывая вид из идущего поезда. В первый же день работы выставку посетили сотни магаданцев. Произведения впечатлили даже самых разборчивых зрителей. На мой взгляд, здесь очень достойные имена представлены. Пусть это и Выборга по одной работе, но Пивоваров, Рабин, Фальк и это можно продолжать. Конечно, Бубнова, они потрясают. То, что мы имеем возможность увидеть их в одной экспозиции, и она, конечно, очень продумана. Я бы, наверное, сравнила работу над этой экспозицией так же, как работу над репертуаром этого фестиваля. Она также разнообразна, и вместе с тем сочетание несочетаемого мы здесь наблюдаем. Посетить выставку все желающие могут каждый день, кроме понедельника и вторника. В Магаданском областном краеведческом музее она продлится до 1 сентября.